Праздник весеннего пробуждения. Белгородские женщины принимают первые поздравления с 8 марта. Накануне представительниц прекрасного пола чествовали на городском торжественном вечере. В зале Дворца культуры «Энергомаш» царила атмосфера легкости и изящества, а в воздухе витали ароматы свежих цветов. Мужчины не скупились на поздравления. Елена Коржова убедилась в этом лично. Звуки, музыки и свежие весенние краски. Чем еще порадовать женщин, когда за окном не по-мартовски холодно? Особое настроение прекрасным дамам постарались создать прямо в фойе. Такое замечательное сегодня настроение здесь, в городском Дворце культуры. Столько весенних девочек дарят программы, цветы. Спасибо огромное за то, что у женщин города Белгорода есть такой замечательный праздник. Настроение прекрасное, хотя и немножко погода не совсем. Но сейчас уже солнечно, уже ручейки побежали, поэтому у нас впереди много работы. Поэтому всех женщин нашей Белгородчины я искренне, сердечно поздравляю с Международным женским днем. Хочу пожелать, чтобы все были здоровые, чтобы все были успешные, чтобы все были любимые. Несут с собою нежность и любовь. Первые слова, прозвучавшие из праздничной сцены, тоже о женщинах. Это они хранят домашний очаг и знают секреты воспитания детей. Они умеют дарить любовь и ласку, но при этом быть собранными, целеустремленными и настойчивыми. Сегодня у главных сфер жизни города женское лицо. Прекрасные дамы с блеском проявляют себя в бизнесе, управлении, здравоохранении. А образование и социальную сферу без них и вовсе невозможно представить. Но даже занимая высокие руководящие посты, женщина все равно остается нежной, хрупкой и ранимой. Я считаю, что хрупкость и нежность у женщины должна присутствовать всегда. И в работе, на профессиональной сфере, и дома обязательно. Потому что хрупкость и нежность позволяют коллегам-мужчинам брать на себя какую-то инициативу, какую-то ответственность и помогать нам в этой сложной работе. Современная женщина, так же как и женщина древнего мира, а так же, наверное, первобытная женщина, это женщина, которая любит, чтобы ей говорили комплименты, чтобы ее хвалили, чтобы ее замечали. И тогда мы в состоянии свернуть горы, повернуть реки и сдуть облака. За достижения в разных областях городской жизни белгородских женщин пришел поблагодарить мэр областного центра Константин Полежаев. В своем выступлении он особо подчеркнул подвиг женщин-ветеранов войны и труда. Теплые слова звучали в адрес всех представительниц прекрасного пола. И тех, что сидели в зале, и тех, которые в этот момент были на рабочих местах или дома. Милые женщины, вы наша надежная опора и поддержка, источник силы для ярких свершений, мужественных поступков, забота о родном доме. Ваша мудрость – залог мира и согласия. От всей души, от всего сердца желаю вам любви, крепкого здоровья и благополучия. Мы гордимся вами и любим вас. Желаю оставаться неповторимыми и женственными. Не знать ни усталости, ни печали. И каждый день делать мир чуть-чуть совершеннее. А своих близких самыми счастливыми. С праздником! Слова поздравления и подарки от самых близких мужчин у каждой из белгородок еще впереди. Но, как известно, комплиментов много не бывает. А потому в этот вечер сильный пол на них не скупился. Наш прекрасный город Белгород становится еще прекрасной красотой наших женщин. Потому что действительно сегодня это первый праздник весны. Я бы пожелал вам прежде всего здоровья, благополучия, семейного счастья. И что хочет женщина, то хочет Бог. Любовь – это двигатель прогресса и двигатель всего живого, что есть на земле. Поэтому наших замечательных женщин с наступающим праздником мы без них не можем. Только любимая женщина может направлять мужчину. Я хочу, чтобы вы были нужны и любили, и чтобы вас любили. И это будет ваше счастье, без которого жить женщина не может. Мы его вам дарим. С праздником! Дорогие наши женщины, милые, поздравляем вас от всей души с этим замечательным праздником. Желаем вам моря любви, тепла, радости. Крепкого здоровья, благополучия, любви. И быть такими красивыми, какими вы есть. Вы лучшие в России. С праздником! На праздничной сцене в этот вечер царила атмосфера тепла, изящества и, конечно, любви. Кроме музыкальных подарков для прекрасных дам подготовили еще один сюрприз. На выходе из праздничного зала каждую ждал букет живых роз. Елена Коржова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.